В рамках модернизации теплотрасс подрядчики совместно со специалистами транспортной сферы подготовились к работам и связанными с ними перекрытиями движения транспорта. Временно по измененным трассам проследуют трамваи пяти маршрутов – 1, 3, 4, 16 и 23. На время перекладок теплосетевых объектов движение по маршруту 18 будет приостановлено. Также с 5 утра пятницы 23 июля до 6 утра понедельника 26 июля изменится схема движения еще одного вида или электрического транспорта. В объезд пустят троллейбусы 7 маршрутов – 6, 16, 4, 12, 15, 17 и 20. Кроме того, с 5 утра пятницы и до 5 утра понедельника изменится направление движения автобусов маршрутов 52, 53, 56, 226 и 207. Все это связано с масштабными и сложными работами. Трубопроводы будут обновлять, протягивая их через проезжую часть дорог. Речь идет о нескольких улицах и перекрестках. Так, перекладки запланированы на улице Садовой, на улице Некрасовской, в районе пересечения с Ленинской, на улице Красноармейской, включая перекресток с улицы Агибалова, а также на двух отрезках Клинической. Подробнее со схемами ограничений движения объезда можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Основной объем работ по ремонту и техническому перевооружению теплотрасс придется на ближайшие выходные. Такой подход не случайен. График сформирован так, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Ведь в выходные многие уезжают на отдых, на дачи, за город, и движения не столь интенсивные, как в будни. Напомним, по аналогичному алгоритму работали во второй декаде июня, когда трубы теплосетевых объектов обновляли в районе улиц Аврора-Печорской, Мяге-Мариса-Тореза, проспекта Кирово-Береговой. Тогда за выходные единые команды успели сделать все, и транспортное сообщение в привычном режиме возобновилось даже раньше намеченных сроков. Всего же в этом году в Самаре запланирована перекладка труп на 52 объектах, причем на некоторых по несколько участков. Все они к текущей неделе взяты в работу. У нас есть три-четыре школы, которые попадают, где будут вестись перекладка. Одна школа успех на тополе, значит, работает для того, чтобы в 15 августа уйти оттуда. И школа была готова у нас в районе Карбышева. У Мэри-Тореза есть перекладка, где тоже школа. Одну мы школу знаем в районе 46-й. Это наверху здесь Советская армия и Новосадовая. И одна школа располагается в границах улицы «Революционная» Карла Маркса и третьего проезда. Работам по переходу теплотрасс через перекрестки также уделяется повышенное внимание, поскольку они связаны еще и с разработкой трамвайных путей. В связи с перекладкой трубопроводов будет производиться демонтаж рельсо-шпальной решетки. В дальнейшем пути восстановят. Производится ее монтаж обратно. Стараемся заменить все материалы на новые, то есть ставим новые шпалы, ставим новый крепеж, рельсы меняем на этих участках, чтобы каким-то образом там поставили новые трубы, а мы заменили свое путевое хозяйство. У нас все есть, бригады полностью готовы. Начальник службы пути распределил эти силы, потому что для нас это впервые обычно там одно закрытие трамвайных маршрутов, а это сразу три, причем одновременно и в одно и то же время, в те же самые сроки. Профильные службы нацелены на качественную и при этом оперативную работу, чтобы как можно быстрее справиться с задачами, восстановить благоустройство и возобновить движение по участкам уже к утру понедельника. Специалисты заверили, они постараются приложить все усилия к тому, чтобы городской пассажирский транспорт вернулся на привычные трассы следования как можно раньше.